Праздник на фоне угроз в США в эти минуты в разгаре празднования Дня Независимости. И в этом году из-за угрозы терактор меры безопасности чрезвычайны. Чего опасаются власти и что предприняли, все видел Дмитрий Анопченко. Казалось бы, все как всегда. Масштабный парад на Конституцион-авеню в Вашингтоне. Участников сотни, зрителей на улицах тысячи. Но в этот раз в городе куда больше полиции. И повод есть. Задержание в Кливленде исламиста, связанного с Аль-Каидой. Именно 4 июля планировавшего организовать взрывы. Две главные угрозы. Припаркованные машины, начиненные взрывчаткой. И ситуация, которую очень сложно предотвратить, когда террорист на машине атакует толпу. Чтобы этого избежать, в столице действуют радикально. Закрыли весь центр города. Не проехать, не припарковаться. На каждом квартале полицейские машины и пустые автобусы, которыми перегородили дороги. Видите, их ни один, ни два, ни три. Они вдоль всех улиц, которые ведут к месту празднования. Для того, чтобы, если кто-либо на машине попытается прорваться в зону оцепления, его задержали еще на подъезде. А это второй уровень защиты. Территорию, где проходят празднования, окружили сеткой в человеческий рост. Каждый должен пройти металлодетектор. Большие сумки и рюкзаки проносить вообще запрещено. Вашингтонское ноу-хау. В толпе зрителей полицейские в гражданском. Их не отличить от рядовых туристов, но смотрят они не парад, а выискивают взглядом потенциальных террористов. В Нью-Йорке в этом году на улице выгнали 120 грузовиков с песком, заблокировав боковые улочки на Манхэттене. В Бостоне впервые подняли в небо дроны, стараясь заранее вычислить подозрительные машины. Но обо всем этом не думают, а возможно просто не знают люди, собравшиеся, чтобы посмотреть парад. Террористическая угроза меняет Америку, но для них, вопреки всему, 4 июля день, когда можно не переживать, а радоваться. Погоде, салюту, барбекю и возможности провести этот праздник с родными. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.